Намами, Шварам, Намами означает, я предлагаю Ишваре свои поклоны Господу, который наполнил Сочит Анандой, что является качествами, особенностями Шибакавана, Сочит Ананда. Сочит Антанагасвами в комментарии к этой Аштакам объясняет, когда Кришна, испугавшись палочкой Яшода, которую я держала в руке, Кришна бежит. Самая верховная личность Бога, Шри Кришна, испугался своей мамой. Видя палочку в Ее руках, Кришна бежит в испуге. В этот момент, когда Кришна бежит в Его сережки, они покачиваются в такт Его бегу и, прикасаясь к щекам Кришны, целуют Его щеки. Из всех украшений Кришны, Его сережки занимают первостепенное положение. Когда Яшода Моя, она целует щеки Кришны, пребывая в родительской бхаве Кришны, также в Раджагопе и Шимати Адхаране, они также щеки Кришны. Продолжение следует... 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 это а и 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 они и и и и и и и Если вы спросите кого-то из них, что они любят употреблять в пищу, они скажут рис, рис, дал, чапати, извиняюсь, немножко я не могу понять, и поэтому очень важно, очень важно в таком настроении мы готовим подношение к Господу, и точно так же, и так же, то есть на самом деле так уже принимает не то, что мы готовим, а именно настроение нашего сердца, с каким настроением мы готовим. И поэтому Кришна обращается к Ешода, она подумала, почему, потому что в Раджакопе и ее старшие подруги начали жаловаться на Кришну, что Кришна приходит в их дома и ворует масло. И тогда Ешода подумала, что может быть масло в нашем доме не такое сладкое, и поэтому она решила сама приготовить для Кришны сладчайшее масло. И до этого Шипат Мадам Махарадж говорил, что все зависит от настроения, а также сердца, которое мы вкладываем, когда мы хотим доставить удовольствие Господу. И поэтому в таком же настроении Ешода Мои, она решила приготовить для Кришны особое сладчайшее масло, чтобы у Кришны не появилось больше желания ходить по домам в Раджакопе и воровать масло. Тот, кто совершает рогану-габхати, И когда еще совсем нет, у нас как бы с помощью так же ума ума нас совершается свяжение. Кришна, он покоряется любви в Раджабасе, и что бы ни происходило, в Нарвадлилии Кришны, иногда в Раджагопе, они хотят, старшие гопи, иногда они хотят, чтобы Кришна, он показал свое могущество, свою силу, и он сражается со своими друзьями только за того, чтобы старшие гопи, в Раджа, дали ему сладкое ладу. Иногда Шридам побеждает Кришну, а иногда Кришна побеждает Шридаму. И когда гопи, они разделяются на две категории, на две стороны, одна болеет за Кришну, другая за Шридама, и они хлопают в ладоши, когда Шридам побеждает Кришну. Однажды Шридам сказал, Кришна, он повалил Кришну на землю, он сел на его грудь, Шридам, и сказал, Кришна, я победил тебя. Кришна посмотрел на него, улыбаясь, сказал, нет, нет, на самом деле, я победил тебя, потому что мой нос находится как бы кверху, а твой внизу, поэтому я победила. Кришна никогда не хотел быть побежденным, и поэтому он всегда старался отстраниться от этого, чтобы Шридам после того, когда он выигрывал, Кришна должен был нести его на своей спине, и Кришне это никогда не нравилось. Иногда Баладев Прабу это делал за Кришном. Баладев Прабу это делал за Кришном. Баладев Прабу это делал за Кришнов. Баладев Прабу это делал за Кришнов. Кришнов мне появилосьlaufу! Кришнов мне горы, Баладев Праба это делал за Кришнов. Убья всему… и угрожен! кришнова все в брации, это продолжается. Кришнов прятал цена на землю, И здесь рассказывается о том, что однажды, когда Брахман пришёл и увидел Дарваса Реши, он увидел Кришну на берегу Ямона, который играл со своими друзьями. И когда он увидел его, он просто был настолько очарован его божественной красотой, он подумал, что же это за мальчик, который привлекает так моё внимание. И он сидел совершенно как немой, совершенно не мог оторвать своего взгляда от Кришны. А Кришна в этот момент играл со своими друзьями-пастушками, боролся с ними, и он видел эту замечательную сцену. И затем Кришна с Шридамом подошли и спросили, Баба, Кришна сказал ему, Баба, посмотри, ведь я же, ты же видел, видел, я же его, я же выиграл, я же его победил. А Шридам, он говорил, нет, 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 это я, я победил Кришну. Ну скажи, ты же видел, ты же являлся свидетелем. А Дарваса Реши, он сидел, он не мог ничего произнести, в состоянии совершения. Он смотрел на Кришну, и тогда Кришна взял его за бороду и начал трясти его, и сказал, ты что, ты что, немой? Ты совсем ничего не понимаешь, что я к тебе обращаюсь? А друзья Кришны собрались, и они смеялись, видя эту сцену. А Дарваса был в состоянии, нечего сказать. Одна женщина Радариша, обратившись к Весадеву, когда он сказал, ты описал вот эти случайные игры Кришны во Враджи, поэтому ты не удовлетворен, потому что ты этого не совершил. Ты должен войти в Транс и написать об этом, и тогда ты достигнешь конечной цели своей. Почему Дарваса Реши, он находился в замешательстве, видя Кришну? Ну а затем, сочетан Андарупа, Кришна является источником сверхинкарнации, он Ишвара. И поэтому, являясь Ишвара и Повелителем Вселенной, Савва Шаптимона, и все, что исходит с живой суще, источником является Кришны. Восстание кришне, он говорит, что у них есть у него неизвестные игры, либо они неизвестны, когда они неизвестны. Также он сейчас, Шипат Мадам Ахадачи рассказывает, что Кришна, как и у Аватара, он приходит в различных, как Шина Раина, Ширама Чандра. Ширама Чандра пришел для того, чтобы установить правила Мариады, соблюдение этикета. И также он приходит как Лила Аватара, Пуруша Аватара, Пряма Аватара в различных воплощениях, но он является источником. И также он Атмарам и Атмакам. Это тот, у кого все желания и сердца удовлетворены, и тот, кто совершенно удовлетворен в себе, и также тот, кто не желает ничего. Но несмотря на эти качества Кришны, Кришна приходит в Пархат Лилу материального мира, и совершенно сладчайшие Лилы, похожие на человеческие Нарават Лилы вместе с Раджа-баси, а в особенности с Раджа-бопи, а из них с Шримати Радхарани. Это качество Кришны, которое Атмарам и Атмакам, когда Кришна, являясь Чатананда, и вот эти качества Атмирама, Атмакама, совершенно Кришна под влиянием Йога Майи совершенно забывает об этих качествах. И Он вызывает к Раджа-бопи, к Шримати Радхарани, когда желает встретиться с ними, и эта встреча происходит. Кришна также является наилучшим танцором во Врадже, не только во Врадже, а во всей Вселенной, хотя Шиваджа, Шиваджи, лучшим танцором, очень искусным, но Кришна превосходит его в тысячи раз. Кришна является Натабар, 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 Ната это тот, кто танцует, Абар это тот, кто это делает совершенно, абсолютным образом, Натабар. И Кришна Нава Кишор, Он также это указывает, что Он всегда, Он всегда вечно юный, вечно привлекательный, вечно божественно красивый, Нава. И также, видя прекрасный образ Кришны, никто не может измерить, как Шилгурдова иногда проговорила о красоте Кришны. Это произошло в Двараке. Когда Удава пришел, Кришна послал его, чтобы Он передал весточку Враджа Гопе. И Он, видя состояние Враджа Гопе, которые тонули в океане Божественной Любви, его сердце было просто разбито, Он понял, что насколько Он далек. Это как от истинной премы, которая живет в сердцах Враджа Гопе. Когда Кришна утром, друзья приходят и начинают Его тормошить, и говорят, Канай, Канай, просыпайся, просыпайся. Время пришло. Кришна, просыпаясь, думает. Под влиянием Йога Майи, Кришна забывает о своем верховном положении. Он находится как бы в иллюзии. А одновременно с этим Он сорвагает. И когда, наконец-то, Он просыпается, и все уже готово, и все идут в лес спасти коров, Баладев, Прабы, и все друзья окружают Его многочисленными коровами, и Кришна отправляется в лес. Кришна как-то идет в лес, в различные леса, Иногда Йошода, когда она провожает Кришну, она дает Ему наставление, чтобы Кришна был очень осторожен. И также она старается всегда защитить Его от Нарасимка Кавача и так далее, и она молится о Кришне. Шилогуру Деппа по этому поводу. Когда преданные обретают Даршан, когда открывается алтарь, и они обретают Даршан. А Даршан Господа, Господь на самом деле, мы не можем видеть Его материальными глазами, это Господь нас видит. Вот поэтому также Ешода, она считала, что Шинарайна, которому она поклонялась, и вот это все, что она всегда думала, что это обязательно защитит Его любимого сына от всех трудностей, всех обстоятельств. И этот Кришна, Наватабар, Наваткишор, который живет в Ариндаване. Кришна пишет от Ешоды. И так он бежит таким зигзагообразным образом, пытаясь отстраниться от своей мамы, которая готова настигнуть его. Он бежит в испуге, и слезы текут у него из глаз. Кришна, когда просыпался, он еще маленький мальчик, утром. Кришна еще маленький, маленький, он кланялся от Ешоды, от своего отца, брал масло и бежал на улицу. Но сейчас мы видим, Кришна бежит, испугавший своей мамы. И это божественная сцена Кришны. Кришна, когда он ночью возвращается, идет из дома, навстречу с Раджабопой, и все эти лилы происходят в течение трансцендентности, которая является подобным океаном. Этот прекрасный сценарий, который постоянно окружает Кришну и его возлюбленных в Раджабасе, в Риндаване. Кришна и все, что связано с Ним, совершенно абсолютно совершено. Кришна иногда, на своем пути, так получается, что служанки в Чандравале начинают привлекать его, и он сворачивается своего пути, и когда он возвращается, чтобы сриться, шимать в Адхаране, для него все закрыто, у него нет никакого шанса с ним встретиться, и тогда он испытывает очень большое раскаяние, разочарование. Он приходит к Еммоне, к Еммоне, и во всем Кришна страдает в разлуке, а для Шимати Адхаране все, что она видит, все напоминает о Кришну, она пытается его забыть. Когда она смотрит на Емуну, вода Емуна, она также цвета Кришны, темная, и тоже так же, когда Кришна совершает во Вриндаване, которые вечные, безграничные, бесконечные, Кришна всегда на Вакишор и на Табар, Кришна, который является центром, является обители любви и премы, которую испытывают к нему все Браджабасы, а в особенности в Раджагопе, и все существование, все совершенно зависит от Сандинной Шакти, воплощением которой является Баладек Прабо. Все сущее исходит из него. Он является поклоняемым божеством Сандине Шакти, что является вечным существованием Саттва, Шуда Саттва, Шуда Саттва, чистое существование. То, что исходит от Баладек Прабо, окружает Вриндаван, Галоку Вриндавана, и все, что Айотхи, Матхуру, Дварака, и также райские, материальные планеты, все все это творение, которое исходит от Баладек Прабо. Также следующий аспект трансцендентности Кришны Саттв Чит, это самвит Шакти или Чит Шакти, это Санбандагьяна, Санбандагьяна, которая дарует вечное взаимоотношение Джи этого материального мира с Кришной. Как, например, вода, которая течет с одной стороны, которая, она стекает с горы. Вы не можете удержать эту воду. Почему? Потому что она настолько стремительная, никто не может удержать ее. Точно так же. Лишь только по милости, по милости Шри Гуру и Вашнавов мы можем прикоснуться к самбандагьяне, который сравнивает с этим течением, бурным течением воды, гор в океан. На самом деле душа, она всегда вечная, юная, лишь только тела, которые и поэтому в каждом из нас есть это семя бхакти, семя, которое вложено наше взаимоотношение и с помощью чид-шак реализовать. Далее Мадава Махарач рассказывает о Сахарасе, как Кришна играет в лесу со своими друзьями, различные игры. Иногда Кришна на своей спине, на своих плечах, иногда они сражаются, борются вместе, а иногда они принимают завтрак, сидя под деревом. И каждый друг Кришны считает, что Кришна сидит только с ним рядом и имеет только отношение с ним. А иногда мама ругает Кришну, Кришна, ты опять испачкался, я только что тебя вымыла, а ты пришел такой грязный. И этого царя раса настолько возвышена, но Мадурья раса является намного возвышеннее, потому что она включает все себе предыдущие расы и также имеет особое качество, которое присутствует только Мадурья расе. И поэтому Кришна являясь источником сварупа шахти, которая сама шима тет Харани и хладини шахти или же также это ананда, это блаженство, блаженство, которое обретают преданные в служении Кришне, в служении своему поклоняемому Божеству Кришне. Поэтому это хладини шахти является шахти блаженства, духовного блаженства, которое находится на галоке Вриндавана и также по особой милости Бхакти Деви мы также можем прикоснуться к трансцендентности хладини шахти, к этой потенции блаженства, счастья, служения Господу. Эти три аспекта, которые соединяются между собой, являются трансцендентным телом Кришны, тело Кришны, которое воплощенной обителю этих шахти является Сваропа Шахти Шима Традхарани, которая делится на три аспекта Сад, Чит, Ананта. Сад это вечное существование, Чит это вечное знание нашей Самбанды Кьяны, наших забытых отношений с Кришной и третий аспект это хладиния шахти блаженства. Скажите теперь Шипатмадо Махарадж обращается к преданным Что такое Дивья Махарадж? Это Пряма Вайчития и Пряма Махарадж это самые возвышенные Что такое Пряма Вайчития? Когда происходит это особое настроение Бхава в сердце пробуждается когда происходит встреча но во встрече очень много разлуки одновременно с этим героиня она чувствует очень сильную невыносимую разлуку встречаясь со своим героем когда Кришна собирается идти в лес спасти коров и иногда берет Матхумангала с собой и думаю всевозможные причины он покидает своих друзей чтобы встретиться с Эрджакопи и совершать эти дневные игры иногда он показывает специальными жестами куда он хочет отправиться например Пряма Саравару когда однажды он пришел туда со своими друзьями Матхумангал был вместе с ним также Кришна и Радхан сидели в одном месте а его друзья находились рядом Кришна держал плечи Матери Радхарани обнимая ее и этот сын был неотразим в своей божественности и неожиданно Шмель подлетел и он почувствовал аромат аромат нектарный он подумал что лотос листоп и Шмель это сам лотос и он хотел сесть на них и Шмель не испугалась она пыталась отогнать Шмеля но Шмель был в случае и не улетал и тогда Матхумангал подошел и палкой отогнал Шмеля и когда-то Шмель улетел и тогда Матхумангал сказал Матхумангал уже ушел и никогда не вернется и когда Матхумангал я прогнал его он больше никогда не вернется и Кришна в этот Кришна в этот момент он наслаждался сладчайшей сладчайшей атмосферой которая окружала это прекрасное прекрасное озеро и он был очень счастлив в окружении в окружении и поэтому помятуя помятуя лишь только о божественных святых святых места мы можем помятовать эти прекрасные лилы но что произошло далее когда Шмель он не услышал что Мадусудан ушел и никогда больше не вернется она подумала Кришна оставь меня как же я не смогу пусть она 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 потеряла сознание потому что в этот момент она поняла что жизнь ее ее жизненный воздух покинул ее и как дальше Кришна перенял Кришна он сидел он мог понять что происходит в этой ране почему она теряет сознание сидя у него на коленях он не мог этого понять потому что он не мог достичь этой степени премии которая живет в сердце Шимати Радхарани и по этой причине он пришел к общечитанию Махапрабу переняв прекрасный золотой цвет тела Шимати Радхарани и ее настроение сердца вы знаете что есть черный есть золотой цвет есть цвет голубой если их смешать вместе получается темный цвет черный темный цвет и которые В Бенгалии, вообще Батютка Махарач, он проповедовал там и совершал проча в Бенгалии. Например, если вы готовите сабджи, что бы вы ни делали прекрасным образом, но если вы соли не добавите, то тогда вы не почувствуете настоящий вкус. Поэтому Шри Кришна объясняет, в трех местах объясняется Божественная Красота Кришна, это когда Он отправляется пасти коров. В этот момент, когда однажды обратились к Кришне, Кришна, мы голодны. Мы хотим, мы чувствуем голод. И тогда Кришна сказал, что недалеко находится место, где совершается ягья, браманы предлагают жертвоприношение. Вы обязательно попросите их, чтобы они что-то дали. Но существует определенное правило, пока не закончится ягья, никто из браманов, никто не может дать то, что они предлагают. И так же, когда они увидели этих мальчиков, они сказали, что они не могут это сделать. И они вернулись. Когда обратились к Кришне, Кришна, совершенно все безрезультатно, тогда Он ответил, мы должны пойти к женам этих браманов. Кришне сам лично. Он иногда ходит в дома в Раджабасе и собирает пожертвования, бикшу в кавычках. Он показывает нам, как мы должны проповедовать от дома в дом идти и проповедовать славу Господа. Одного Бабача был ученика, Шипатмата Махараш рассказывает. И ученик сказал, ты столько времени собирал бикшу для Господа Кришны, теперь я возьму эту ответственность на себя. Если ты хочешь, я буду совершать это служение, собирать бикшу. Тогда я была еще совсем, может быть, мне было 20 лет. Он рассказывает, что он также ходил, просил милостыню по-деревенски. К сожалению, неразборчиво, очень трудно разобрать. Три раза, в общем, он ходил в какое-то место, и собака нападала на него. Очень опасное место, когда он собирал бикшу. И он рассказывает, Шипатмата Махараш, как он бикшу собирал в Мадхоре. Иногда настолько было опасно, иногда даже он в госпиталь попал, потому что его собака покусала. То, что Кришна на самом деле дает иногда, дает нам такие иногда сложные ситуации. Вот как, чтобы, когда мы идем за бикшей, мы просим, но на самом деле, материальных людей, для того, чтобы они пожертвовали что-то для Шигуру и Вайшнавов. И тогда кто-то может сказать, я пришел из... Поэтому, когда вы приходите для того, чтобы послужить Господу, всегда все происходит на лучшем образом. Господь поможет. Однажды я был... Один ученик ходил на береге Емуны за водой. И однажды где-то в Мадхе. И он подумал, что я служу Гуру Дэва, Гуру Дэв меня наказывает, и так говорит мне резкие слова. Я каждый день хожу на Емуну. Воду приношу. И тогда он хотел уйти, так разобиделся. И тогда учитель сказал ему... Учитель рассказал, что он тоже когда-то, когда он совершал служение... Как вы знаете, для того, чтобы... Гуру Дэв меня за водой. Гуру Дэв меня. Он рассказывает о том, как происходит процесс, когда делают глиняный горшок. То есть происходит процесс определенный. Берется глина, затем смешивается с водой, затем она помещается в специальную машину, в такую, которая как центрофога. И специально, как горчичник, очень осторожно и очень, как бы, очень искусно придают форму. И затем высушивается, красится этот горшок. То есть происходит определенный процесс до тех пор, пока горшок уже приобретает форму, с которой уже можно набрать воду и использовать его. Затем, затем этот горшок приносят на базар, чтобы продать, когда Гуру Дэв рассказал ему, как бы, вот этот весь процесс, как это все постепенно приходит для того, чтобы из... Просто из глины можно было сделать горшок и использовать его. Точно так же и ученик, все, что происходит в его духовной жизни, это тоже процесс. Но здесь Шидар Махарачин рассказывает в счетливой форме, вот, как, например, если это сам горшок, который продали кому-то, и он испытывает, например, использует его для... Ну, то есть, как бы, далее продолжает в этом речи. Иногда, иногда так же он рассказывает, как сандаловую пасту смешивают, добавляют туда различные ароматы, ароматную воду. И после омовения предлагают, Пуджаре предлагает эту сандаловую пасту, и он покрывает божество этой сандаловой пастой. То есть, очень много... И поэтому, когда ученик услышал... То есть, как бы, все это... Он был, как бы, доволен, и он понял, что города действительно являются его благожелателем. Что очень часто бывает, что мы неправильным образом понимаем и на уровне должного эго делаем выводы поспешные. Поэтому тот, кто находится в Матхе, я обращаюсь к Дарамахараджу, я для вас это больше говорю. Вы должны... Вы должны быть такими, как вот этот гор... До того, как глина, из которой потом постепенно-постепенно сделают красивый горшок. Как, например... Когда готовят дал, например, на кухне во время... Для того, чтобы раздавать его на улице, как пожертвование. Иногда очень много... 15-20 брахмачарей готовят большую кастрюлю этого дала. И они туда наливают воду и все. И там кто-то посолил. Кто-то, может, и забыл посолить. Вот и поэтому, если этот дал не соленый... То есть, как бы, он не уже... Хотя он хорошо приготовлен, он не имеет такого вкуса. Точно так же... Поэтому Шидар Мухарадж говорит, что бы ни было в вашей жизни, даже если кто-то вас оскорбит или кто-то победит, ну, никогда не оставляйте баджан. Мой Гурадев часто говорил, если хотя бы одну жизнь вы посвятите служению Щекуру и Вашнавов, любым образом, постепенно, обретя самскары, ваше духовное впечатление, что вы обретете, они помогут вам в вашей жизни, посвященной баджану. Поэтому вы должны быть очень смиренными и терпеливыми, как вот на этом примере. Какое время. Как время. Кришна учит нас. С собственным примером показывает. В Бенгалии. Там не так жарко, и когда мы ходили бикшу собирать, не так было жарко. Иногда мы, конечно, были всякие... Мы таким образом служили. Почему именно бикшу собирают брахмачари? Для того, чтобы это чувство смирения пришло в сердце. И теперь я буду продолжать это делать для предварения Шипуру и Вашнавов. В этом ключе Шипатмадова Махарадж говорит значение бикши. Однажды, когда Шипатмадов Махарадж сказал одному своему ученику, не касаться моих стопов, вот это беспокоит меня. Если ты хочешь... Если ты хочешь... А Шипатмадов тогда в тот момент не давал еще инициации. Он давал харинам некоторым преданным, вот которые сейчас до сих пор еще живут в храме. Но тогда он еще не давал дикши инициации. Я извиняюсь немного, отрывочно получается. Шируп Ситханти Махарадж, который является учителем нашего Пуджи Плачхидара Махараджа. Он служил ему с помощью своего тела, ума, речи и всего, что у него есть. Он посвящал все свое время служению своему духовному учителю. Иначе? Иногда. Здесь Шибат Мадам Ахраджи говорит о том, что он массажировал его стоп, и что-то произошло, но я, к сожалению, не уловила. Как-то Гурадек очень адекватно. Он связал у кого-то также однажды две шикхи, потому что кто-то уснул. Может быть, это был Шидар Махараджи, извиняюсь. Очень неразборчивый перевод. Пусть такое вот было. И когда проснулись, шикхи были связаны с каким-то преданным. Разные были такие. Кришна послал второй раз своих друзей к женам Браманов. Завтра я хотела бы продолжить обсуждать эту тему. Но сейчас, к сожалению, время закончилось. После завтрака мы должны пойти вначале в Калия-град, где Кришна сразил Калия-змея. Затем в Хиросвате Бажан-кутир, Санатана Гасвами, Самаде, Мадана Махам, храм и Аштасаки. Последнее место. Храм Аштасаки. Харе Кришна. Харе Кришна. Больше никогда мы не будем давать переводиться этому. Совершенно. Очень тяжело. Что-то про Махаса Махараджи. Или он близко держит. Или что-то как-то говорит. Мне как раньше он говорил более четко. А? Я привыкла к его акции. Я его раньше приводила легко. Но в этот раз я его приводила. Знаете, что произошло? Приходила только догадываться. Я не знаю. Я просто догадываюсь. Я просто улавливаю. И начинаю говорить. Но это не совсем хорошо. Кришна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok